Ох уж эти парковки! Немало нервов было потрачено и немало кровушки было попито во время этих переживаний. Где же припарковать свой автомобиль? Дорожные страсти, как говорится. Ну а если ты уже заговорил о крови, то хочется и пообщаться с нашей следующей гостьей. На гостях сегодня Жанна Новгородова, руководитель выездной бригады заготовки донорской крови Центра Крови. Доброе утро! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я вот недавно буквально про 40 интернета читала новость о том, что есть необходимость в увеличении донорства в новой крови, чтобы люди приходили и сдавали. Есть такая потребность? Или это все-таки была фейковая информация? Нет, в перспективе мы намерены развивать наше донорство. Хотя сейчас мы вполне управляемся в нашей донорской базе, а это единая компьютерная база на весь Крым, более полумиллиона доноров. В Крыму только? Только в Крыму, да. Ежегодно более 30 тысяч доноров сдают кровь, и сдают они не один раз. То есть кроводач за год более 50 тысяч. Причем мы не работаем стихийно, непланомерно, мы работаем планово, по графикам, в соответствии с потребностями лечебных учреждений и регулируем донорский поток. Если вдруг нам нужно увеличить количество доноров, потому что для этого требуют лечения заготовки крови, то мы тогда обращаемся в средства массовой информации, в социальные сети, приглашаем людей. Кроме того, на нашем официальном сайте работает так называемый донорский светофор, где мы показываем, какой крови, то есть группы какой, и резуса не хватает в данное время. И люди могут узнать, приходить ли им на станцию, или можно немножечко подождать. А вот подскажите, кто, где и как можно сдать кровь? Кто может сдать, где можно сдать и каким образом? На сегодняшний момент это можно сделать в центре крови, к Бузырка, центр крови. Он единственный, да, у нас? Центр крови в Симферополе. Его филиалы находятся в городе Керчи и Ялте. Кроме того, в этом году еще можно сдать кровь в отделениях переливания крови. Их около десяти в Крыму, а вот уже со следующего года реорганизация службы крови предполагает, что отделения переливания крови реформируются в кабинеты переливания. Сдавать кровь там будет уже нельзя. Для этого существуют в центре крови выездные бригады. Вот мы будем ездить по всем регионам Крыма, приближаться к нашим донорам по месту их жительства или работы. И кровь можно будет вставать у нас. А уже мы будем готовую кровь, готовые компоненты развозить по всем районам нашего полуострова. Такие вот мобильные бригады будут. Да. Сколько жизней уже донорская кровь спасла за последние, допустим, полгода? Ну, последние статистические данные. Я хочу сказать, что надеюсь, что все, кому потребовались наши компоненты, выздоровели и вернулись к нормальной жизни. Учета больных мы не ведем. Мы заявки, которые получаем из лечебных учреждений, удовлетворяем с первой же секунды и полностью. Ну, в год выдаем более 5000 литров эритроцитной массы, более 5000 плазмы. Кроме того, выдаем еще такой компонент крови, как тромбоцитная масса. А скажите, вот есть какие-то ограничения по возрасту? Ну, да, обязательно. Конечно, только исполнившим 18 лет людям можно сдавать кровь. И если человек, какую болезнь может быть в детстве переболевший, а он уже не может быть донором, есть какой-то список людей, которые уже не могут помочь при всем желании? Ну, конечно. Абсолютные показания есть, а есть относительные. Перед тем, как сдать кровь, донор должен заполнить анкету, где честно должен ответить на все вопросы. И ответить на вопросы врача. Абсолютные показания – это заболевания инфекционные или паразитарные, заболевания, передающиеся с кровью. Ну, все вы прекрасно знаете, да, СПИД, гепатит, В, С, сифилис, туберкулез. А есть соматические заболевания, тоже относящиеся к абсолютным. Заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания, заболевания крови, сердечно-сосудистые. Ну, а есть временные. То есть некоторое время нельзя, а потом, пожалуйста, приходите. Пустим, простуда, она может быть временная, да? Простуда. Через месяц ждем. Аллергия. Через два месяца ждем. Зуб удалили. Через 10 дней, пожалуйста, приходите. Беременность. Родили. Через годик, пожалуйста, ждем вас. Но я так понимаю, вы еще и подключаете к этой программе студентов, вот насколько я знаю. Конечно. Ну, донорство надо передавать молодому поколению. Эстафету это должны принимать, должна принимать молодежь. Мы выезжаем в учебные заведения, особенно в этом отношении. Мы сотрудничаем много с КФУ, с его различными подразделениями. Студенты приходят, это выездная бригада выезжает. Ну, а кроме того, они постоянно приходят к нам на станцию, дают кровь. Ну, а теперь немножечко, вот помимо того, что ты помогаешь людям, какая польза от сдачи крови? Насколько я знаю, вот если я не ошибаюсь, может быть, кровь обновляется, какие-то там тела вырабатываются, нет? Да, считается, что даже полезно сдавать кровь. Это своего рода сигнал к самообновлению. Ну, стимулирует выработку новых эритроцитов кроводача. Обновляется кровь таким образом. А сколько вот необходимо сдать одному человеку, чтобы ему при этом не стало плохо? Ну, доза сейчас одна. Давно уже во всем мире 450 миллилитров. Единственное, что со всем новичкам, юным, 18 лет, мы можем эту дозу чуть уменьшить, 350 миллилитров они сдают. Эту дозу назначает врач при беседе с донором, выясняя его состояние здоровья, настрой. Подскажите, пожалуйста, а если кто-то слукавил, допустим, да, и написал, что он здоров, что он не болен, и пошел сдавать кровь? Мне кажется, столько анализов потом эта кровь пройдет, что никак не получится слукавить при всем желании, правда? Врач же, кроме того, еще его обследует. Ну, а после кроводачи мы же еще берем пробирки для того, чтобы сделать лабораторные исследования и исследуем на все инфекции, которые полагают. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу и за такую полезную информацию. А у нас в гостях сегодня была Жанна Новгородова, руководитель выездной бригады заготовки донорской крови, центра крови. Но мне хочется сказать, что в любом случае в интернете можно увидеть точный адрес центра крови, какие условия, да, нужно соблюдать, какие правила, чтобы стать донором. Но вообще в интернете можно много чего увидеть.